Всем доброго дня, ребята! Ну вот, сейчас уже природа разбушевалась, жара. Уже 30-30 с лишним даже. Поэтому самое хорошее это лечение для того, чтобы избежать всяких солнечных этих. Лучше всего на природе, а здесь в Анкаре с этим хорошо. Я вот прямо чуть ли не загляну на город, смотрю город внизу, где я сижу сейчас в парке. Вот они большие, я вам уже показывал много раз. Они высотные места есть со всякими такими грибочками. Сидишь, отдыхаешь, можно с собой еду привезти, кофе можно привезти горячий. Даже здесь тут розетки, здесь можно самому согреть. Везде цветы. Но время уже под вечер, как говорится. Ну думаю, сниму, уже мне нечего там сидеть. Обстановку надо менять. Вот. И отвечу сразу на много, на много, на много вопросов. Есть, конечно, вопросы такие, которые дают нам еще и задуматься о многом. Есть вопросы с сарказмом, есть вопросы с упреком. Есть вопросы, на которые вообще неохота ответить, просто убрать и все. Я уже говорил, что есть такие комментарии, которые политика. Ну, как бы мы не хотели избежать политику. Говорят же, если ты не интересуешься политикой, то политика будет тобой интересоваться. И когда-то у нас были предметы, если помните, в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях был такой предмет политэкономия. Политика и экономика идут рядом. Как мой преподаватель говорил на мой вопрос, почему этот предмет так называется, политэкономия. Он тогда сказал, говорит, политика и экономика идут всегда рядом, друг с дружком, друг с дружком рядом. И говорят, какая политика, такая будет экономика. Ну, к чему мы идем сейчас? Даже я предсказывать боюсь. Сейчас, что нас ждет в будущем, тоже никто ничего не скажет. Меня спрашивают, вопросы задают те, которые хотят переехать в Турцию, и те, которые уже переехали и не знают, как на что жить. Переехать, переехали, а на что жить, на что, как говорится, найти пропитание. Я уже на эту тему не хочу даже говорить, потому что много раз я на эту тему говорил. И ролик у меня есть. В Турции можно прекрасно жить. Прекрасно жить можно. И можно и себя чем-то занять. Здесь сами турецкие граждане, и 100%, и 100%, деловой активностью имеют где-то 5%, не больше. Поэтому здесь можно хорошо и заняться бизнесом, и головой надо, все головой надо делать. Вот, спрашивают, вот, квартиры можно ли сдавать опять сегодня мне это. Я уже говорил, что сдавать квартиры, это стремное такое дело, что... Если наткнетесь на недобропорядочного квартиросъемщика, вы просто и потеряете и деньги, и время, и все, и нервы. А если сдавать какое-то помещение, то, конечно, лучше всего в магазине купить, офисы какие-нибудь купить. И их сдавать, тогда да, можно неплохо, как говорится, жить. Вот, и у них и договор, как положено, как юридическим лицом, понимаете. Не с физическим лицом, а с юридическим лицом. Вот, вы можете, короче, как говорится, по-любому взять свои деньги. Ну, а что-то там организовать свое, опять же, надо скооперироваться со своими. Со своими, только со своими. Но со своими мы не хотим кооперироваться. Мы своих боимся. Мы своих шарахаемся. Хотя это, конечно, нездоровая, как говорится, будем говорить так, психика. Но людей тоже можно понять, потому что обожженные своими, уже они не боятся подходить к своим. Я по себе тоже знаю. Хотя у меня характер такой, что я вообще не привык об одном человеке, судить обо всех, что все такие. Но я, тем не менее, понимаю людей, которые это, потому что большинство уехали наоборот. Обожгавшись вот так, поехали. И здесь тоже попадаются на наших. Опять же обжигаются. Потом вообще закрываются. Это то же самое, как женщина, например, с каким-то уродом мужем жила. И еле-еле развелась, короче. Как она будет на других мужиков смотреть? С подозрением, со страхом. То же самое, понимаете. Люди все одинаковые. Мы делаем выводы из предыдущих приключений. Но я все равно, я к людям отношусь как-то уже, конечно, не с такими этим, но уже осторожно. Осторожно. Очень осторожно. Я уже не бегу с объятиями каждому. У меня сегодня тоже позвонил товарищ. Кстати, из Сочи. Сюда переезжать хочет из Адлера. Не поможет ли? Я говорю, конечно, помогу. Только я говорю, давай так договоримся. Утром в стуле, вечером в стуле. Я говорю, я вам пошлю свой расчетный счет. Я говорю, пошлю перечислить эти деньги. Вот. Соизмеримую. С вашими требованиями. Что вы хотите от меня получить? Тогда я говорю, другое дело. Хорошо, я подумал. А мне сказали, что вы на общественных началах. На общественных началах, я говорю, это было при коммунизме. Которые нас готовили. Что мы все братья. Что мы идем уверенными шагами к коммунизму. Нашим отцам, нашим дедам терли это по ушам. Потом нам терли. А потом сказали, что это туфта. Это все туфта. Вот. Жизнь показала совсем другой, как говорится, свою сущность нам. Опять же, спрашивают у меня обслуживающий персонал парка. Видите как? Ездит, убирает, чистит. И неправильно. Говорят же, вот, чисто там, где не ссорят. Ничего подобного. И здесь тоже ссорят. Еще как ссорят. Но убирают каждый день по два, по три раза. И охрана здесь круглосуточная. Поэтому это неправильно. Убирать надо постоянно. Это государственные парки. Они все, вот, за счет налогоплательщиков, им оплата, зарплата неплохая они получают. Вот эти уборщики. Кстати, они считаются госслужащими. У них и пенсии хорошие. У этих озеленителей, у этих цветочников, у этих, все вот это, которые за этим ухаживают. Вот, ну, что теперь, вот, к чему я, это самое. Вот, еще у меня вопрос спрашивают. Как вот по ВНЖ? По ВНЖ я уже вам говорил, что из 100% пока сейчас в реальном времени, как люди и в Ютубе, и в других соцсетях уже пишут сами, что из 100% 90% по туристик отказывают. Вот так вот. 90% если отказывают, 10% если это, так стоит ли из-за 10% рисковать? Ладно, если бы еще можно было бы 50 на 50, тогда еще можно было бы. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Но если из 100% 90% туристик, это самое. И даже одна из Солани сняла ролик, какая у него беготня, 4-5 месяцев ждала. Вот, хотя она бывшая наша соотечественница, но она, гражданство у нее, то ли Америка, то ли еще чего-то, да. Тоже беготня, у нее 4 месяца, это самое. Там то, то, туда посылали, сюда посылали. Так что мучение. Сейчас, вот я в свое время, я что хочу сказать, да, когда я бегал еще, чтобы гражданство получить, да, все-все, надо мной многие смеялись, мои соотечественники. Не только по России, но и в Туркмении тоже там живут, в этом, в Анталии. А зачем вам это надо? Это мучение, это сбор документов, это беготня, это комиссии. О, зачем это вам надо? Вот мы каждый год идем, раз, короче, на два года, на год, на два года. Я говорю, а я так не хочу. Я говорю, каждый раз идти, собирать документы. Тогда было легко. А сейчас они волком воют. Волком воют. Потому что я знал, что это будет. Что Лафа очень долго продолжаться не сможет. Вот. Я не жалею, что я столько сил, здоровья, можно сказать, потратил. Беготня, 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 беготня. Сбор документов, то, все, комиссии, полицейские проверки. Отмечают. Сейчас люди в НСЖ почти так же получают. На год в НСЖ с такими условиями. Почти как гражданство. А было легко. Лафа было. Вот. И еще знаете, что у нас это, в нас сидит еще, да? У меня, кстати, самого тоже так же было. Мы еще думаем, что мы вернемся в свои страны, откуда приехали. Что у нас там, мы пока пересидим тут, или других странах, да? И там все наладится. Вот. И мы приедем. И будем жить уже. А тут временно. Зачем нам это гражданство? Зачем это всякое? А получается так, что ничего-то не налаживается. А кто наладить-то будет, если мы сами не наладим? А кому нравится, там так и живет, там и никто никуда не уезжает. Поэтому, это, которые, говорим мы временно, это может десятилетиями и всю жизнь. Как мне говорил один человек, эмигрант, говорит, который уехал со своей страны, который думает, говорит, что через пару лет он вернется, говорит, это, говорит, навечно. Он всегда так и будет думать. Почти чуть ли не на чемодана будет сидеть. Вот скоро там наладится, скоро там все нормально будет. И только здравомыслящий поймет, что раз уж приехал, надо корни пускать. Надо документироваться, надо обосноваться. Все, чтобы у тебя было так, как положено. Понимаете? Мне даже вот, когда пенсионный, я ходил, это выплачивать, такие суммы надо выплатить за 15 лет вперед. Это огромная сумма, мне еще надо доплачивать. Вот. Мне говорят, да зачем вам это надо? Да зачем? Здешняя пенсия. Я говорю, ребята, всему своему. А вот, сейчас большинство не могут пенсии получить. Не могут. Вот откуда ты хлеб? Здесь у тебя и еще страховка, и все остальное, как пенсионер официальный. Ты гражданин, не пенсионер, ты имеешь все льготы, все, все, все. Человек, вот вы понимаете, мы в подвешенном состоянии находимся, переезжая в другие страны, не можем и левый берег принять, и правый берег принять. Понимаете? А посередине, когда остаешься, обязательно человек плонит, надо ли какой-нибудь из этих двух берегов выбрать, или левый, или правый. Поэтому, я лично понял, что, я тоже такой же был, я тоже думал, ай, пока временно приехал, думаю, ай, потом все нормально будет, нужны будут инженера, нужны будут, я сам поеду, все наладится, все, ничего подобного. Ничего подобного. Видимо, я думаю, что те, которые переехали, тоже, да, с которых где-то процентов, я думаю, 60-70 тоже останутся здесь. Если, конечно, у них будут возможности, сейчас, тем более, уже туристик не дают, а сейчас, если даже по, в НЖ по жилью получат, особенно в туристических городах, не туристических нет, не туристических, даже за 50 тысяч, да, чтобы показать ТАПу, и в НЖ получат по ТАПу на 2 года, так же, как и раньше. Вот, а в туристических, те, у которых ТАПу указано меньше, 75 тысяч долларов, да, уже люди, в Фейсбуке пишут, что надо уже переоценку делать, заново переоформлять, это, это, это куча времени, куча денег, я не знаю, законно ли это, незаконно, но в Фейсбуке, у нас же в Фейсбуке сидят, основные специалисты, у нас, там и вирусологи сидят, и миграционщики сидят, кавычка, как я не вижу, да, вот такие, и вот они такие советы дают, что они говорят, вот надо переоформить, на 75 сделать, а если 75 сделать, переоформить, для меня кажется, что это новые налоги, но я думаю, что в туристических городах гайки будут закручивать еще похлеще, потому что туристические города, это как заводы, фабрики, которые должны приносить доход, доход от туристов, доход от туристов, там не для помжи, помжи будут, там коренное население, которое там живет, которое там родился, которое там вырос, вот, а остальные все, туристик, туристик тоже, турист не может быть, годами, годами, как мне один турецкий чиновник сказал здесь, я говорю, почему вот так вот, почему вот такая вот ерунда, вот так, он говорит, это ко всем, это не только, ко всем иностранцам так же, туристик уже нет такого, уже не будет, туристик уже не будет, вот, если даже дадут, говорят, на полгода, за полгода ты выбрал себе жилье, хочешь, нет, выезжаешь, через полгода только заезжаешь, вот так стало, вот уже, говорят, как раньше, вот, по два года, по году давали, каждый год шли, туристик, 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 переоформили все, и всю жизнь на туристик жили, вот, а по старым, вот этим, которые купили, вот, в фейсбуке, там пишут вот так, вот, что, тоже, переоценку надо делать, иначе, опять же, дают туристик, а еще, что, это самое, если по ВНЖ, например, на хозяина, квартир, кто купил, на несовершеннолетних детей, распространяется ВНЖ, а супруге дают туристик, допустим, или супругу дают туристик, или ребенку, с вашим летом дают туристик, тоже, говорят, такая кутерма, а раньше всем давали, так что, вот такие сложности, вот такие сложности, и вообще, надо понять, что, Турция не такая большая страна, большим объемом, я не веду, мощности для принятия, столько людей на жительство, вот, это туристическая страна, хорошая, красивая, добрая, зеленая, вот, с прекрасными людьми, но, опять же, хочу сказать, миллионы, миллионы людей, он у себя принять не сможет, жить, и так они, и Сирии приняли, из Афганистана, из Ирака, здесь, в общем, даже вот здесь, в Анталии, в Анкаре, это из Сомали есть, очень много сомалицев есть, но они хорошие люди, порядочные, большинство инженеры, такие дипломаты, даже, очень много, я вижу, там, сомалицев, очень много, из Сомали, представляете, вот, так что, здесь никому не говорят, понаехали, там, туда-сюда, ну, есть такое слово, ябанджи, ябанджи, это для всех они говорят, потому что, вот, например, из Анкаре Туру, поедет, например, в Анталию, хотя, один гражданин, это тоже будет считаться, ябанджи, он тоже будет считаться, ябанджи, в общем, приезжий, ябанджи, это приезжий, ветерочек, а там внизу жара, а тут ветерочек, хорошо так, среди деревьев, в общем, вот такие дела, ребята, всем хорошего настроения, берегите себя, пока, ябанджи, ябанджи, Продолжение следует...